Спасская башня – главная башня московского Кремля. Она построена в 1491 году итальянским архитектором Тьетро Антонио Салари. Изначально башня была вдвое меньше и называлась Фроловской, так как прямо от ее ворот вела дорога к церкви в честь святых мучеников Фрола и Лавра на Мясницкой улице. Свой современный вид кремлевские башни приобрели в 17 веке. В 1625 году русский архитектор Бажен Огурцов и английский мастер Христофор Головей возвели над Фроловской башней многоярусный верх, заканчивающийся каменным шатром. Нижняя часть здания была украшена белокаменным кружевным арочным поясом, башенками и пирамидками. С этого момента Фроловская башня стала считаться самой красивой и стройной башней Кремля. 16 апреля 1658 года царь Алексей Михайлович Романов приказал Фроловскую башню переименовать в Спасскую, потому что на башне над воротами со стороны Красной площади установили икону Спаса Нерукотворного. Она, к сожалению, не сохранилась. Ворота Спасской башни всегда были главным парадным въездом в Кремль. Они особенно почитались в народе и считались святыми. Ворота служили для выездов царя, торжественных выходов патриарха и встреч иностранных послов. В середине 17 века на вершине шатра Спасской башни водрузили герб Российской империи – двуглавого орла. Позже подобные символы установили на Никольской, Троицкой и Боровицкой башнях Кремля. Еще одна узнаваемая особенность Спасской башни – куранты. Они находятся на верхнем четверике башни со всех четырех сторон. Часы имеют внушительные размеры, диаметр циферблата более 6 метров, длина минутной стрелки 3 метра 27 сантиметров, а длина часовой стрелки почти 3 метра. Первую звезду на Спасской башне установили в 1935 году. Через два года ее сменили на новую. Размах крыльев звезды – 3 метра 75 сантиметра. Внутри нее круглосуточно горит лампа мощностью 5000 ватт, а еще звезда вращается от ветра, как флюгер. Спасская башня имеет 10 этажей. Ее высота вместе со звездой составляет 71 метр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова